Осень – самая активная пора как для налоговиков, так и для летовых налогоплательщиков. Именно под конец года мы оплачиваем так называемые имущественные налоги – земельные, транспортные и налог на иное имущество. Оплатить можно не только по старинке, придя в банк с налоговым уведомлением, но и удаленно через электронные сервисы. Можно заплатить электронно через сервис, личный кабинет налогоплательщика, через сервис госуслуги. И понадобится индекс документа. В каждом платежном документе существует индекс. Если выбить этот индекс документа, то там подтягивается та сумма, которую необходимо оплатить. Кстати, о личном кабинете налогоплательщика. Сервис отражает все объекты движимого и недвижимого имущества, которые есть у собственника, и позволяет контролировать состояние расчетов с налоговой. Через личный кабинет можно подать налоговую декларацию, а также различные заявления удаленно. Подать заявление о зачете возврата, подать заявление уточняющее, потому что налоговая инспекция не является первоисточником данных, на основании которых формируются налоговые уведомления. Мы всего лишь пользователи этой информации. И вообще этот сервис очень удобен в плане общения с налоговой инспекцией, что не надо никуда приезжать. Чтобы создать личный кабинет на сайте налог.ру, нужно обратиться в любую налоговую инспекцию с паспортом. Вам сделают учетную запись и выдадут временный пароль, который затем нужно будет заменить на свой, постоянный. Если же все равно остались вопросы, или вы не можете самостоятельно составить заявление, добро пожаловать в налоговую. У нас сейчас появилась услуга жизненной ситуации. Через наши компьютеры в зале, их у нас три, можно подать такое заявление, сообщить о своей ситуации. Ответ получают очень быстро по заявлению, в течение пяти дней. В зале установлено три компьютера, принтер и сканер, с помощью которых можно подать любое заявление, минуя приемные окна. Если что-то не получается, администратор всегда готов прийти на помощь. Так, земля, вот имущество. Значит, пишем пенсионное удостоверение. Несмотря на обилие электронных сервисов, налоговая все равно довольно многолюдна. Большинство по-прежнему не пользуются личным кабинетом и онлайн-записью на прием. Нет, я из Москвы, поэтому, так сказать, мимо ехала. Личного кабинета нет, да? Ну, да, да, не пользуюсь, скажем так. А записывались туда? Нет, 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 просто приехали, когда вот зятю в выходной я так не могу ездить. И вот приехала, записалась. До этого записывались? Записывались. Личный кабинет у вас есть? Да, конечно. Это же облегчает ваш путь сюда. Заплатить налоги необходимо до 3 декабря 2018 года. Екатерина Борисова, Евгений Садовский, Ольга Садовская. Видное ТВ.